Во-первых, хочу сказать спасибо организаторам, всем причастным за это мероприятие, за которым мы все собрались за турнир. Хорош опыт, я рад, что я здесь побывал. Мы выступили не шикарно, но все прошло замечательно. Я надеюсь, что мы еще сюда вернемся. Спасибо вам большое. Нас сюда позвали непосредственно на это мероприятие, чтобы мы рассказали про движение бойца. Я, соответственно, как руководитель. Один из двух руководителей команды СечПро и клуба Сеч. На примере Сергея, это один из топовых бойцов нашей команды. Мы знаем, боец организации М1, она организация с 2008 года, уже а не лига. И, соответственно, какими-то тезисами поделиться, что мы делали. В общем, расскажу. Конкретно Сергеем мы знакомы очень давно. Мне было 20 лет, он был 18, получается, можно сказать, мы росли вместе. Когда мы познакомились, мы были далеки от того, чтобы я сидел здесь. Он стал профессиональным бойцом, у нас были другие интересы. Но Сережа всегда, скажем так, у него была замечательная чата, она с ним осталась. Любое поражение, он воспринимал как вызов, он бежал, что он доказывал. То есть, знаете, если кто-то другой человек хотел как-то обойти, какое-то препятствие, допустим, столкнулся с ним позже, Сережа, как бы убедился, лез, как бы пока не преодолевал, пока все не признавали, что он лучший самый сильный. Это именно качество бойца, как бы сейчас, как бы на нем он раскрывается, у него все хорошо. В общем, первый шаг для руководителя команды выбрать правильного бойца. Потому что, понимаете, твит спорта не такой, как мы говорим, монетизированный. То есть, нет, как в ситуации, как у футболиста, допустим, что ты ведешь футболиста «Зенита», ты взял там 20% его месячной зарплаты, тебе уже очень хорошо, потому что зарплата у него замечательная и так далее. Ты можешь там терпеть его идиотизм и там все прочее, как бы. Потому что, в принципе, ты с этого живешь, как бы. Тут мы понимаем, как бы, что путь между началом, как бы, карьеры и деньгами, как бы, он очень большой, не всегда очевиден. Я надеюсь, что мы доедем до UFC, как бы, но как оно все будет, на самом деле, плюс, ну, это неизвестно. Первое, как бы, это взять правильного бойца, то есть, чтобы, как бы, у него были понятны тебе ценности, у тебя были понятны ему ценности, чтобы он тебе доверял, потому что это вопросы денег, а вопросы денег, особенно в условиях дефицита денег, как бы, совсем мало, как бы, это очень важно, понимаем, как бы. Ну, соответственно, для человека можно было положиться, плюс конкретно мы, команда СичПро, мы стараемся работать комплексно. То есть, Сергей, как бы, видите, допустим, вчера, это сам, ну, состоявшийся боец, у него сейчас веб-от готовку, у него будет, как бы, большой бой в октябре, он приезжает сюда и секундирует ребят, то есть, это ребята, которые, там, 93-й год, как бы, они идут с Леном за ним, соответственно, когда Сережа у нас поедет еще дальше, будет развиваться, расти, они займут его место и так далее, преемственность, это очень важно, он делится своим победным опытом, то есть, ну, вчера у нас не все получилось, как бы, ну, тем не менее, я считаю, что показали яркие бои, как бы, я думаю, нас здесь запомнят, здесь уже запомнили, вот, соответственно, как бы, это важно, то есть, как человек работает комплексно, как и младший тренер, он как и боец, как и меб, это очень хорошо, то есть, мы выбрали правильного бойца, второй важный момент, объективно, оценить сильные и слабые стороны, когда мы взяли Сережу, начали вести Сережу, Сережа был кикбоксером, ну, что-то уровня хорошего первого разряда, то есть, никакой борьбы, она ему не нравилась, ему нравилось именно бить, чтобы люди, там, падали, там, не знаю, в крови и так далее, бороться ему было неинтересно, ну, говорю, как есть, бороться им было неинтересно, он, Сережа, соответственно, с ростом, с развитием карьеры, он понимал, что нужно бороться, нужно именно подтягивать вольную борьбу, Греп, это сейчас, как бы, в принципе, он учителяет очень много времени по ЖЖ, работает в Кубе Самбо Питер с такими бойцами, как Денис Гольцов, Михаил Махнатный, то есть, не больше его, как бы они лучше борются, это мастер спорта международного класса, боевом самбо, мы оттачиваем все свои слабые стороны, мы как бы комплексно растем, то есть, у нас задача, допустим, 26 лет, мы должны уметь тот, 27, тот, а тот, как 30 годов, мы должны быть так высоко, мы идем постепенно, мы никуда не опаздываем, слава богу, потому что, скажем так, все двери нам открыты, вот, у нас все хорошо, но мы постоянно понимаем, что если мы сегодня не сделаем шаг вперед, другие сделают шаг вперед, может, я что-то типа, нас обогнали, поэтому мы растем постоянно, мы никогда не расслабляемся, то есть, он не сидит сейчас, почему, посмотрите на него, у него все хорошо, он замечательно выступает, у него сейчас неплохой контакт, он сидит, переживает, потому что, потому что подготовка, потому что бой в Питере, как бы, у него будет бразилиц, который, ну, скорее всего, бразилиц, как бы, или казах, как бы, вот, то есть, как бы, хороший оппонент, серьезного уровня, он переживает уже сейчас, планируя свой тренировочный лагерь и так далее. Он не может развалиться, сельская, знаете, я расскажу все про М1 и так далее. Потому что он понимает, что нужно сначала добиться действительно больших результатов, и потом уже как бы расти. Мы выстроили с ним поэтапный план, я не буду делиться всеми, потому что, знаете, кстати, если говорить это надолго вперед, оно может не сбыться. В этом плане все люди суеверные. Скажу, что в принципе мы начали с мелких турниров, с небольших, где действительно гонорары были символические, оппоненты были достойные, оппоненты были в уровне на тот момент, были чуть выше, чуть ниже, но у него не было легких боев. На один бой у него не был легкий. Всегда, особенно его манера. Соответственно, даже если он там выигрывал, зачастую он сам там падал, садился, что-то еще у него были. Во-первых, он не получил нокдаун, то есть вся его профессиональная карьера могла пойти по-другому, но он именно завелся, и во-вторых, он не забил своего оппонента. То есть каждый бой давал ему рост. И, соответственно, опять же, мы говорили про начинающие бойцы, все прочее, человек начинает драться с подвала, с чего-то еще, он потом очень ценит, потому что нормальный чистый зал, как бы, как совершенно так, зрители, люди болеют, все это замечательно, телевизор приходит, он там радуется. Если человек получает это сразу, он может, как бы, ну, извините меня, как бы не понимать просто, куда он попал, к этому, может, дайте мне еще больше денег, дайте мне еще больше телевизора, там, почему что-то еще так мало. Все это нужно заслужить, к этому нужно идти пошагово. То есть мы, да, можем смотреть в США, а вот там вот так, как мы любим, там, UFC Embedded, там, Энтони Джонсон живет вот так, Джон Джонс вот так, нужно понимать, что мы пока не Джон Джонс. И тут, как бы, нет пока Джона Джонса. Вот, и, соответственно, как бы, нужно долго расти, нужно долго расти и постепенно, как бы, планомерная работа. В общем, небольшие турниры, это очень важный этап. Вот, опять же, ну, если идти путем нашей команды, сегодня мы приехали, ну, на самом деле, вот там, турнир Atiboric Street, я не скажу, что он небольшой, то есть, в первую очередь, допустим, для меня было показательно, что вот Олега Ленчев, это парень, который дрался на М1, на техкрепса Мосса, то есть, ну, дрался в Азии, вот, показательно для меня было участие Зельмиханова в МИЛ, потому что это экс-чемпионы Сибири, Сибири, крупная организация, то есть, мы так считаем, Наталья так считает, все так считают, как бы, то, что он здесь был, как бы, это здорово, в принципе, поднимает статус турнир. Вот, и, соответственно, это будет хороший опыт для наших ребят здесь выступить, как бы, они получили ценный опыт, они будут его обдумывать, так далее, как бы, и вообще, в принципе, как совершенно так, когда организация смотрит бойца, если боец выступает все время в одном городе, вот, вот, кстати, тот, тот момент, на который нужно не наступить, как бы, в вашей далице, что если, как бы, они все все бои проходят на одном городе, в одном турнире, как бы, это же место и чемпионы, то зачем они нужны? Вот, боец, короче, должен ездить, он должен показывать, что я равный себя и в Санкт-Петербурге, и в Екатеринбурге, и в другой стране, и так далее. Вот, если брать Сережу, то мы шли, соответственно, каким образом? Мы дрались в Питере, мы дрались в Ногинске, в Череповце, в Москве мы дрались, да, мы дрались. У меня такой символ, это самый, да, из Москвы, если дальше в Ногинске, мне кажется, уже смотри. Ну, представляете, мы дрались в Ногинске. Умилитесь, как бы, да. Мы еще из Питера туда ехали, не из Москвы. Вот, мы дрались в Ногинске, и так далее. Потом, соответственно, когда, в принципе, какие-то возможности российские, мы посчитали, что уже нужно перешагивать, мы поехали к нашим друзьям в Германию. Мы провели в Германии два боя. Два боя провел Сережа Роман, два боя провел Миша Кравков, после этого мы приехали, ну, удержали две победы, мы туда ехали выигрывать, не просто так. Вот, провели сборы, то есть научились там, опять же, чему-то. И все, а потом приехали, пришли к организации М1 и сказали, смотрите, два российских русских парня, они растут, они уже интересны европейским менеджерам, то есть, ну, если вы не подпишите их сейчас, то вы их не подпишите никогда. Будет их смотреть по телевизору потом. Они такие, что, берем. Соответственно, как бы, Сережа оказался в организации. Опять же, нужно понимать, что в организации он пришел, то есть, ну, не потому, что там за него договорились, кто-то там дал там денег, или потому, что кто-то пришел в организацию, потому что он заслужил. То есть он всю жизнь хотел драться сильными спортсменами за нормальные деньги и так далее. Он сейчас такой вот организацией приведет нам навстречу. Мимо этого с организацией М1 у нас диалог, с ним мы идем на премьере Сергея. Они сняли про него, может быть, кто-нибудь видел серию, там, 4-серийный фильм, где раскрывается биография Сергея. Сергей, наверное, удивительский, посмотрел благообразного юноши, он начинал свою карьеру бойца как футбольный болельщик, хулиган. То есть он болел за «Динамо» в Санкт-Петербурге, бил болельщиков «Зенитов». Ну, иногда они его делали, бывало по-разному, да. Но, соответственно, как бы это, скажем так, то есть он выходит из субкультуры, и это позволяет ему собирать фонсектора, так далее, у него много друзей еще с тех пор, все прочее. Причем, то есть это люди, которым не чуждо активная поддержка, но при этом он растет, эволюционирует, и, соответственно, те же там ребята из «Зенита», с которыми он когда-то сталкивался, они сейчас приходят, тоже за него болеют, потому что он им ближе, чем какой-то спортсмен, который, словно, всю жизнь был в зале, как бы ничего кроме зала не видел. Ну, плюс как бы мы, то есть сами там, ну нет, у опыта не отказываемся, мы общаемся со всеми, как бы, людьми, готовы обмениваться опытом, кому-то мы помогаем. Поэтому, в принципе, Магин раскрывает историю Сережи, как бы им интересно, потому что, соответственно, он собирает людей, это выгодно им, это выгодно нам, потому что звучит имя нашей команды и так далее. Вот, я хочу сказать, что сейчас, на самом деле, то есть, ну, сказано много пессимистичных слов, ветер начинает дуть в нашу сторону, ситуация становится лучше, то есть мы как бы жалуемся, но при этом, я повторюсь, мы были на турнире, в Екатеринбурге его показывали по телевидению, вот, у нас тут был Селимхан Умиев, были еще неплохие ребята, были хорошие бои, я думаю, всем понравилось, был аншлаг, прижал ОМОН, потому что, как бы, не смогли зайти. Нет, ну, извините меня, это тоже показатель, как бы, это ажиотаж, ажиотаж, ажиотаж и прочее. Да, да, это интересно, да. То есть я скажу, как бы, я приеду в Питер и расскажу, что мы были на таком турнире, чтобы людей отгоняли от него с ОМОНом желающих зайти. Ну, это здорово, это интересно, как бы, да, это своя история, то есть нужно просто правильно подавать, потому что никто там не погиб, ничего. Потом на президиуме. Нет, просто люди привозглудились от того, чтобы хотели посмотреть бои, бывают люди эмоциональные, я понимаю. И вот все, я думаю, могут понять. Горячий войск, ребята. Ну да, у вас своя атмосфера в этом плане. Вот, и, как бы, замечательно, то есть все растет, на самом деле, все станет лучше. Вот, я думаю, что, ну, мы вряд ли догоним, конечно, футбол, как бы, то есть не будет, как бы, что на футболках Газпрома и так далее, мы не будем все купаться в золоте, но бокс, может быть, со временем, ребята будут получать хорошие гонорары. В принципе, мы сейчас идем верным путем, становится, как бы, лучше. Вот, М1, ICB, Файтнайс, вы заметили, я спросил Наталью там, которая здесь считается признанным, как бы, специалистом области, какой промоушен лучше, она прохвалила все три. Ну, может быть, конечно, это ее работа, как бы, там, не выбирать, как бы, но при этом... Нет, ни с кем у них не работает, так что я обнективную. Вот, да, она, то есть, нашла хорошие слова про все три промоушенов. Получается, значит, замечательная ситуация, если мы, как бы, хорошо делемся... Вот, да, получше уже, я вот смотрю, какие даже бренды приходят, спонсируют, то есть, и вот на каждом турнире, там, и ICB, и М1, и Файтнайс, вообще смотришь, то есть, уже приходят, и, ну, действительно, крупная компания, это говорит о том, что интерес растет даже. Потому что спонсоры, они что, они, им нужна аудитория, да, которую вы собираете, да, конкретно, то есть, особенно бренды, которые на мужскую аудиторию направлены, соответственно, именно интересы. Ну, заметьте, Наталья хотела быть пессимистичной, я поговорил, как бы, Витя. Она сказала, что нет, все, оказывается, хорошо. Вот так бывает, то есть, бить тревогу рано. Вот, и, соответственно, будем расти, развиваться, как бы, команда СичПро, допустим, сейчас будет, мы тоже поговорили про новые локации, просто поделюсь, как бы, уже всем не хотел перебивать ораторов, всех очень интересно послушать. Сейчас, в свой момент, вот, допустим, мы говорим, что турнир в Польше, турнир в Англии, это хорошо будет, безусловно, хорошо, а вот тот же М1, они делают турнир в Сахтовкаре. Чем Сахтовкар будет отличаться от Польши? Тем, что это город Российской Федерации, ну, в стране, где мы все вообще живем. То есть, как бы, в Польше, как бы, М1, в принципе, разовьются без нас, там, свои ребята, у них все неплохо. Вот, а то, что, как бы, турнир приходит, как бы, в Новые Города, это замечательно. То есть, я надеюсь, что, вот, и в Теренбуке, ну, мы бы не отказались, чтобы, допустим, условно, приехал тот же Сибирь или тот же Файтнайс, тот же М1, как бы, местные лучшие ребята, подрались бы, как бы, в этой организации, то есть, ну, уже с оппонентами, скажем так, другого уровня, потому что здесь есть, кому драться, есть, кому выступать и так далее. Вот, нужно всем расти, развиваться. И, опять же, вот, в Сибирькаре все в главном бою будет драться местные спортсмены из Республики Комит. Это мы тоже, мы ведем, да, Андрей Селецов, тоже, как бы, представитель команды Сечпро и команды ММА Комит. То есть, в принципе, все, на самом деле, ну, нужно работать, нужно выделять сильные стороны, как бы, нужно брать ребят, нужно верить людям. Вот, и самое главное, нужно, как бы, ждать быстрого результата. То есть, не будет так, что ты сегодня там где-то подрался, и там дайте. Люди смотрят на Конора Макгрегора и думают, ну, что, нужно встать в такую стойку, и все, это всех победишь, а льду упадет за 13 секунд. Конор, ну, я не вспомню, честно, не особо за счет. Я знаю, что он там занимается фиртованием, занимается йогой и так далее. То есть, он самосовершенствуется, там, не знаю, 23 часа в сутки. Когда Сережа занимался футболом, я тоже занимался футболом и так далее. У нас с тех пор сложились определенные, скажем так, круги, как бы, знакомства, общения. Сейчас мы в первую очередь поддерживаем тех ребят, которые тоже выходят из этой среды. Потому что, в принципе, ребята дрались стенки на стенку, получали тяжелые травмы. Все это было абсолютно бесплатно, скажем так, на своих концерностях. Сейчас, как бы, ребята узнали, что есть вид спорта ММА, как бы, и там, соответственно, есть... Еще и платье. Да, да, там платье, как бы, и при этом, соответственно, он надлежит, в принципе, сейчас. То есть, доминирующей позиции занимают, как бы, ребят с Кавказа. Это не то, что плохо, не хорошо, но, соответственно, мы привыкли принимать вызов и так далее. И сейчас все пытаемся расти, соответственно, доказывать, что мы тоже можем бороться и бить и так далее. Поэтому, в первую очередь, мы выбираем турнир, где у нас общий язык с организаторами. Для некоторых бойцов нас приоритет приехать в другой город, потому что им это полезно, это хороший опыт. Для кого-то, наоборот, кто послабее, нужно выступать в Питере, потому что они не готовы справиться с такими стрессами. Во-вторых, соответственно, организаторы единомышленники. То есть мы работаем комплексно. Не то, что мы приехали в Екатеринбург, поплевали, все плохо, проиграли и ехали. Мы гадости сидим, бежим. Нет, мы каким-то, соответственно, находить общий язык, со всеми знакомиться, общаться. Чтобы это было долгосрочно, приезжать еще. Мы можем, у нас есть какие-то свои выходы на другие турниры, с кем-то познакомиться, обмениваться опытом. То есть нам интересно долгосрочное отношение. Если мы как бы пришли, мы стараемся приходить везде надолго, соответственно, вести себя по-человечески. Чтобы людям было несложно истребить. А какие-то технические параметры, правила, регламент, отношение к федерации? У нас есть такая организация, как Союз ММА. К сожалению, судит она везде немножко по-разному. Потому что все судьи в разных регионах по-разному все понимают, но она как бы есть. Поэтому мы, безусловно, бьемся на турниры Союза ММА. Нам интересен шердок. Сейчас бывают такие турниры, где, допустим, если вы выиграли, вас заносят на шердок под вашим именем. Если вы проиграли, то не под вашим. Мы стараемся быть в этом плане честными. Безусловно, правила Союза ММА. Потому что, как говорится, про бойцы по ним дерутся. Единственное, что для начинающих ребят без локтей. Потому что локти – это все сечки. За 20 тысяч рублей ты не зашлешь, эти сечки нормальные. И так далее. Но это очень травматично. Правила Союза ММА – хороший организатор. Гонорары важны, но нет на самом деле принципиальной разницы между 5 плюс 5 и 10 плюс 10. То есть, понятно, что когда боец к нам приходится, то он начинал свой доклад. В начальной стадии мы им говорим, что денег не будет. И не факт, что они вообще когда-нибудь будут. Если честно. То, что может быть все, мы при травме и так далее. Я не могу пообещать человеку, потому что я не могу выполнить. Соответственно, человек переезжает. У нас здесь принимают хорошо, все прочее. Мы, в принципе, уже довольны. Мы показали по телевизору. Это вообще все очень здорово. То есть, для ребят – это ценный опыт. Они будут анализировать этот опыт. В первую очередь, человеческие отношения – долгосрочное сотрудничество. То есть, у нас экономика рыночная, но при этом отношения понятили. То есть, люди пошли нам встречу, мы пойдем на встречу. Так, мы убираем турнир. Ходить без любителей в профессионалы. Это желание. Потому что у нас, допустим, есть ребята, которые готовы решать задачи. Но им это просто не особо нужно. То есть, они занимаются для себя. Они занимаются новыми мастерами спорта. Они нормальные. Не нормальные. Другая работа, тяжелый путь, сопряженный с многими трудностями. То есть, знаете, на самом деле, как бы я снова заговорил, они поддерживают твои родственники элементарно и все прочее. У тебя нет денег и так далее. Все прочее. И, соответственно, остановится вопрос уже не спортивного уровня, а больше желания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА COMPUTER СОООБЩЕНИЯ gangs